Пик паводка в Самаре ждут в ближайшие дни. Сейчас уровень воды в Волге почти 33 метра. Норма 28,5. Но причин для паники нет, заявляют городские власти. В Самаре к паводку готовы. Наиболее внимательными нужно быть главам Красноглинского и Куйбышевского районов. Здесь вода ближе всего к жилым строениям. Жители предупредили, если дома затопят, людей эвакуируют. Были объяснены, где у них будут пункты временного размещения. Есть договоренность со всеми главами районов, что в случае, если начинается у меня активное подтопление района, 450 койко-мест мы разворачиваем на территории района, на территории 8 школ. Еще обговорено, что в Кировский район мы везем своих жителей. И, соответственно, 2,5 тысячи человек, порядка 2,5 тысячи человек мы сможем разместить без привлечения каких-либо дополнительных средств. В зоне риска поселки Рубежный, Сухая Самарка, Волгарь. Преграждать путь в воде городские службы будут песком. Мешки заготовило муниципальное предприятие благоустройства. Дежурить на улицах будет спецтехника. В этом году налажена система городского оповещения. Территории, из которых эвакуируют жители, будут патрулировать полицейские, чтобы не допустить мародерства. Позаботиться нужно и о тех, кто не захочет покидать свои дома. У нас нет таких территорий, где дома будут затопливать по крышу. У нас будут затоплены в основном придворовые территории. Ни один гражданин из подтопленного дома, где только покрыты полы водой, не уйдет. Вот это будет специфика работы на подтопленной территории, что создать группу возле подтопленной территории, которая будет способна вывозить людей и доставлять их обратно. Либо там развернуть какие-то рядом мобильные торговые точки для того, чтобы какие-то продукты питания, если потребуются. Каждый день уровень воды поднимается из-за сбросов Жигулевской ГЭС. Возможно, их объем увеличится. Для городских служб это не станет проблемой. В Самаре готовы отразить удар стихии. Рассчитываем, что не будет таких аварийных залпов сбросов. Но если вдруг они произойдут, я думаю, что у нас достаточно средств, сил, техники, чтобы справиться с этими сбросами. В докладе уже прозвучало, что МП благоустройство заготовило необходимое количество песка, мешков, что техника тяжелая есть. Чтобы паводок не доставил жителям больших проблем, при городском управлении гражданской защиты создана оперативная противопаводковая группа, которая пристально следит за ситуацией. Районные власти о своей работе по борьбе с большой водой будут каждый день докладывать в городскую администрацию и управление МЧС. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.